Субтитры сделал DimaTorzok Мы продолжаем страдать в доме Спустя две недели Спустя две недели Ну простите меня, пожалуйста, за это Просто я вам говорил, что у меня карантин закончился Это, во-первых, началась работа А во-вторых Хочется еще, помимо прочего, проводить время с друзьями Так что как-то так Он и не знал о демоническом гарнире Хе-хе-хе-хе-хе Надо же Источник энергии, от которого вы хотели избавить Землю Теперь поможет вам спасти ее Миссия в твердыне Стражей выполнена Демоническое вторжение на Землю остановлено Лишь клинок гарнила Может остановить Титана Вы должны попасть в город Стражей Тарас-Набат Чтобы забрать гарнила, пока еще не поздно Без него вам не остановить Титана Открываю портал в Тарас-Набат Вообще мы читали, вроде бы, что Очень интересный факт, что Вот это последний жрец, которого мы убили Он вроде бы как уже восстановил икону греха Там что-то было такое, что он использовал чье-то Опа Что он использовал чье-то сердце Для того, чтобы ее восстановить Может быть имелось ввиду, что он сделал это Типа Раньше он это сделал Или я там не знаю В общем Акан Созидательница говорит, что она только собирается это сделать Хрен ее знает Короче Что нам надо сделать? У нас, в принципе Так, нам надо сделать вот так Вот, наверное, в первую очередь, да? Это, во-первых Во-вторых Да, во-вторых, пока что все У нас, на самом деле, есть четыре батарейки У нас есть шанс, допустим, взять Так как сюда забраться? Мне это интересно У нас есть шанс забрать, допустим, последний жетон Который здесь находится Либо что-то вот из этого Точнее, что-то из этого Одно и жетон, например Дело в том, что Я считаю, что мы не сможем открыть здесь все Потому что мы уже пропустили один Помните? Одну энергии ячейку Вот Поэтому сейчас придется выбирать Я, честно говоря, думаю, что если выбирать То выбирать, то, скорее всего Лучше будет модификатор Модификатор оружия Потому что Прокачать все колесо Бронекостюма, скорее всего, не получится Потому что там все равно Не хватит, наверное, никаких Никаких жетонов Вот И там самые основные функции уже прокачаны А вот Учитывая, что мы с вами немножко Уже подбираемся к концу Было бы неплохо, если бы все наше оружие Было бы максимально прокачано Чтобы мы могли, может быть, как-то Экспериментировать Если захотим, конечно Это вряд ли Но если все-таки захотим То чтобы у нас была возможность Экспериментировать Оружием Но аркболисту я хотел уже давно Потому что та штука Которую мы тогда прокачали Она выглядит, конечно, прикольно Тот серп Но по итогу Оказался немножко Бесполезной Херней Херней Прямо скажем Так, давай, уже бери Угу Хотя мы сейчас идем еще на одну миссию Если у нас после этой миссии Будет возможность Если она, конечно, нет Как предыдущая И у нас там будет возможность Еще пособрать батареек То я думаю, как минимум Две мы там точно найдем И у нас будет возможность Собрать еще и последний Последний жетон А вот будет ли у нас возможность Пособрать все костюмы здесь Это уже, честно говоря Хрен его знает Мне кажется, что нет И да Последнее испытание у нас осталось И будет у нас Развоплотителем Ха-ха Мать его Последнее испытание Это же просто великолепно Так, в принципе, все Надо здесь больше вроде бы делать А нет, сейчас Подожди, еще кое-что надо сделать Эээ Так, мы взяли с вами аркболиста Значит, теперь надо полностью прокачать Ага Блин, вот несмотря на то, что мы с вами Две недели не играли В самду Вроде руки помнят Вроде я даже помню, что я хотел делать Вроде даже ничего И по сюжету не забыл Что меня радует А тот, кто будет смотреть Последовательно Вообще не заметит Что кто-то там не играл Две недели Вот Но это будет сильно сказываться Сейчас на нашем Уровне игры Потому что Потому что Нужно немножко разогреться Немножко потренироваться Но я надеюсь, что нам Двадцати четырех жизней хватит На все это Так, а ну подожди Где тут запись была Я видел Вот она А, это Запись С Бортпанели Я понял Говорит Сеть сопротивления Мы видим прямое вещание Из арктической Безопасной зоны Палач был замечен На Фобосе Блин, такое впечатление Которые они каждый раз Говорят одно и то же Очевидцы говорят Что его обнаружили В командном центре После чего он с боем Пробивался Сквозь РД Альтернативно живых К месту расположения БФГ-10 Блин, они у них Как это устаревшая информация Уже Это уже прошло Мы уже сделали Новые достижения Так, подтвердить это нельзя Но многие считают Что именно Палач разрушил Марс Чтобы помешать Альтернативно живым Захватить Землю Мы будем держать вас В курсе событий Следите за Радиочастотами Комитета Ясно Слушай, подожди Помимо прочего Помимо прочего Тут есть еще секрет Которые карты Надо было бы забрать Я, честно говоря Не совсем въезжая Пока как Что это такое? Ага Вот так это работает Ясно Я, вообще-то Я готов был поклясться Что Я готов был поклясться Что этой фигни Тут раньше не было То есть Я даже Не знаю Почти уверен в том Что Здесь было на Одну Ячеечку Секрета Меньше Потому что Блин Вроде бы я уже Исследовал Все титадели И Здесь Просто не должно Было бы Секрета Ладно Надо было еще День четко Слипусим Да? Ладно Короче Хватит оттягивать Кота за яйца Пора уже Идти в место Где все началось Горнила до сих пор В теле Титана Напавшего на этот город Стражей То была ваша первая битва С демонами В этом мире Там Откуда пошла легенда Палача Так интересно На самом деле Сэмюль Как будто бы Знает о нас Больше чем мы Сами Хотя он По факту Нашу историю Исследует Изучает Собрает ее По крупицам А мы эту историю По сути Создаем Ну как так Получается Судя по всему Это и есть Останки Иконы Греха Да? Титана Так Перед тем Как мы с вами Двинемся В голову Тарас Набада И будем искать Горнила Я советую Сделать Большую чашку чая Одеть ее На голову Конечно же Наушники Взять в руки И только После этого Мы с вами Начнем Драть С задницей Демоном Ну или наоборот Я не знаю Как сегодня пойдет Так Тарас Набад Ну-ка дай-ка На него взгляну Ты смотри Какой красавец Был когда-то На воротах Смотри Стоят те самые стражи Ооо Смотри А у этой стражи Стоит Машина Которая как раз Приносит Улучшение оружия Как интересно Вообще Так Любопытно То есть Аргента Такая передовая Такая передовая Раса Я не знаю С такими вроде бы Как технологиями Но они почему-то Пошли В изучение Оружия Ближнего боя То есть Вместо того Чтобы делать Огнестрел Они взяли И сделали Энергетические копья Ну или На крайняк Энергетическое оружие Можно было бы Замутить Как в Звездных войнах Например Но нет Они приверженцы Более старых традиций Хотя Я в этом Я в этом Вижу Эстетику На самом деле Тараснабад Жемчужина Арген Веками Город был Духовным И политическим Центром Империи Здесь же Находилась Резиденция Правящей семьи В строительство Города Были вложены Обаснословные суммы Так что Каждую улицу Украшали колоннады И прекрасные статуи Богов И правителей Из сельской местности В храме творцов Тянулись паломники Тараснабад Стал эпицентром Массированные Атаки демонов И хотя захватчиков Удалось остановить Это нашествие Оставило неизгладимый след На обществе Аргента Ясно Так Ячейка К слову Я понял Так А нам надо собрать Получается Шесть записок Использовать Крехгранату Так чтобы замброзить Десять демонов Интересно Одновременно Или по очереди Нужно сделать А так Анастезия Зверски убить Элементальные Пули тремя разными Способами Например Сверху Снизу И сзади Например Или может быть С какого-нибудь Из боков Хорошо Допустим Вот к слову Уже есть Одна энергия Ячейка Остается собрать Еще только Одну С помощью Как раз Этих испытаний И это будет Сделать не очень Сложно Вот И в принципе В принципе Мы с вами сможем Открыть в этом случае А тут двери С этим самым С жетунчиком Нет Погоди Не хочу Хочу вот так Я его заморозил А разбить ему Броню забыл Вот начинаются Проблемы Короче Вот и начинаются Проблемы Чувствую Игра на сегодня Покарает За то что мы Решили от нее Отдохнуть Так долго Давай Открывай Ох Тихо Не самый лучший враг Для разогрева Честно признаться А то я Хренись Тихо А то я Худший враг Для разогрева Ну он Довольно Ничтожный На самом деле А при желании От него Может скрататься Внизу Кстати Вот и все Ничтожество Так Он там Тут еще Стреляет Ох да Великий город Тайсноба Дождь из брони Место первой Описанной Атаки Демонов Варгент Нур Стрелями Коракса Сказано Что Город Был бы Потерян Если Не Пришел Палач Но я Я очень Сомневаюсь Что Тут Установили Хотя бы Один Монумент Ага Очень Сомневаюсь Что Здесь Установили Хотя бы Один Монумент Во имя Палача Хотя С другой Сороны Я помню Что мы Сами Читали О том Что Этот Город Когда его Атаковала Икона Греха И прочие Демоны Вот В этот Момент Из города Оттеснили На север Весь народ Аргента И скорее Всего Просто В город Так и никто И не вернулся С того Момента Поэтому Здесь Максимум Что мы Найдем Это Скорее Всего Умри Максимум Что мы Здесь С вами Найдем Это Скорее Всего Будет Стат Может Королю Как Его Там Звали Так Сколько У нас Уже Есть Один Жетончик Нам В принципе Из брони Костюма Больше Ничего Не Надо Из Исследования Так На самом деле Вообще Ничего Не Надо Вот Если У нас На что То И Будет Ну Допустим Изолирующий Костюм Получает Меньше Урона Ну Можно Потихоньку Начинать Покачивать Жизнеобеспечение В принципе Что нам еще надо В общем то Больше Ничего Исследуем Мы И так Достаточно Неплохо Поэтому Поэтому Окей Ну Я Честно говоря Немножко Поразогревался Закатываем Сейчас На мастер Уровнях Но Я Сильно Там Далеко Не Проходил Потому что Это Еще Та Задница Мастер Уровни Проходите Я вам Серьезно Говорю Они Очень Жесткие Я вам Как-нибудь Обязательно Покажу Что За Задница Там Творится Это Еще Что Такое Ау Умли Гнида Мне показалось Или он их Посиливает Вся Ваша Сила Весь Ваш Гнев И Ярость Не Помогли Вам Тогда Спасти Этот Мир Но С Землей Все Будет Иначе Я Вспомнил Как Короля Звали Король Новик Точно Так И Можно Не Дожидаться Пока Этот Ага Так А ну Я Вот Думаю У нас Кстати Говоря На Этой Карте Последнее Фиолетовое Испытание И Больше Не Придется Страдать Просто Каждый Раз Когда Я Попадаю Ох Ю Каждый Раз Когда Вот Тут Как Раз Лежит Этот Самый Титан Кстати Они Его Вроде Называют Иконой Греха Но Он Похож Просто На Одну Из Тех Малюта Которую Которую Мы Уже Видели Когда То Вот Кстати Ворота Говорю Что Каждый Раз Когда Я Думаю О том Что Нам Предстоит Попасть В Эти Гребаные Ворота Я Не знаю Я Просто Боюсь Их Иногда Проходить Потому Что Я Понимаю Что Если Я Сейчас Там Оставлю Слишком До Хрена Здоровья Это Добром На Тему Не Кончится Подухни Нам Ведь Еще Как Там Блин Игру Заканчивалась Нам Надо Побольше Жизни Пособирать Я Полагаю Я Теб Понял Я Даже Не знаю Пробовать Или Не Пробовать Надо Попробовать Все Таки Жетон Жетон Мастера Позволяет Пропустить Текущее Испытание Мастера И сразу Активировать Мастерское И владение Оружием О Отлично Так Про Жетон Мастера На испытание Разделить Досье А ну-ка Это Очень Круто Потому что Потому что Что Потому что Есть такие У нас Испытания Которые Реально Жесткие Которые Не хочется Прям Заморачиваться С ними Вот например Вот например Мобильная Турель Я уже Очень давно Хотел бы Чтобы она Перестала Перегреваться Потому что Потому что Меня очень Вымораживает Когда Она Начинает Перегреваться В момент Когда ты Уже Почти убил Демона И тут Баст Приходится Переключаться На что Другое Так Ну теперь Удар И аркбаллисту В принципе Можно было бы Прокачать В террариуме Хотя Аркбаллисту Ни хрена Нельзя там Прокачать Потому что У нас Не появляются Там Новые демоны По какой-то причине Скорее всего Из-за нашего Уровня сложности Там В принципе Не должен Террариум Работать Но он Работает Через Заденцу Короче Давай возьмем Мобильную Турель Наверное Там Ага Возьмем Мобильную Турель Да и в принципе Наверное Все Я фиг знаю Давай наверное Попробуем Давай наверное Попробуем Все-таки Это испытание Пройти Ага Я тебя понял Только не застревай Нет У меня Патрон нету Я в шоке Так мы запороли Давай хотя бы Сделай Щекотно Мать его Ага Я когда увидел Это во-первых Я застрял Это во-первых Во-вторых У нас оказывается Кончились патроны На то что нам нужно было Я забыл резать Все эти Кончины Короче Нужно Нужно сейчас Не Думать холодной головой Короче говоря А не как берсеркер Ломиться Не как берсеркер Ломиться вперед Это конечно хорошо Но в данном случае Лучше подумать головой Пойти поставлять патрон А потом сюда вернуться Потому что Вот сейчас чуть жизни Ооо Мы тут чуть жизни Только что не оставили Из-за Из-за этого А ну-ка Это кстати говоря Третья батарейка Уже по факту Так Ну я честно говоря Не знаю По идее Этот колокол Должен упасть Но чтобы это произошло Нам нужно похоже Как-то открыть Короче Эту Эту дверцу Я не знаю Я не знаю Мы сюда все равно Вернемся Пока не будем Себе надолго Залипать Так Мусор Чтобы образовались Шатки и стены Хорошо Напустим Ага Бегом Слушай Ну вот в принципе Если здесь Есть такие вот места С С ядовитой водой То очень Очень даже В тему Было Прокачать В жизни Обеспечении Давай 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 Вылазь В жизни Обеспечении Очень даже Было В тему Прокачать Немножко Наш костюм Ага Я еще Воду Ниже Слил Или я Может быть Двери Открыл Да Очень хорошо Просто Это вода Она Сказано Что Ваша Ненависть К демонам Дала Народу Аргент Надежду Как дает Людям Земли Няга Ох Я бы Тебя Так С удовольствием Раскиваю Бо К чертям Собачим Честно Говоря На патроны Но, увы Слушай, я пока не знаю, я не вижу тут очевидных секретов Ой, имеется в виду очевидных каких-то кнопок Ну, кстати, тут не так уж и сложно их искать, эти секреты То есть, по факту, то, что светится с зелененьким, то нажимается вот и все Вот, например, здесь Ага Очень плохо то, что я забыл Забыл часто Что вообще, блядь, что я нажал? Открылся? Нет? Говорю, что я забыл, что нужно часто использовать огнемет и бензопилу Это залог нашего успеха Надо идти Скорее Есть те, кто захочет нам помешать Серафим Это он Я предлагаю тебе дар Возьми его Он придаст тебе силы Поможет в пути Слушай, я не прав Он прям был уверен Так, погоди Мы просто читали с вами в предыдущей серии, что это машина, которая сделала из скитальца палача Что это была машина творцов И Чаще всего она на самом деле людей убивала Но его она сделала просто богом Капец Представляете, игра только что вылетела Уже второй раз за сегодня на самом деле Первый раз, когда я разогревался на мастер уровне Она внезапно просто закрылась Сейчас произошло то же самое Я не понимаю, какого черта Я это связываю с обновлениями винды Потому что игра не обновлялась А вот пока я две недели не играл Зато винда обновлялась Ладно, зато у нас теперь есть патроны Какие-никакие Потому что я Это будет больно, если я туда в них спрыгну Мне вот интересно, потому что Я не хочу испытывать Удачу Короче, какие-никакие патроны у нас теперь есть Хотя бы не страшно идти дальше Так, божественный механизм А ну-ка Что вы нам о нем расскажете В бесконечном отрезе божественного разума Отворцов всевидящего и всезнающего С необычайной чуткостью Прочитываются все вероятности развития будущего Учитывающие всевозможные переменные Божественный разум наблюдает за тем Как те варианты будущего развиваются Ветвятся и множатся подобно фрактальной структуре в ткани бытия Среди всех бесчетных возможностей Есть лишь одна константа На которую не влияют меняющиеся варианты Это разрушители, которые согласно пророчеству Уничтожат творцов Ну, вообще, по идее, консозидательница Она разве из творцов? Я вот, честно говоря, не помню Так, вот, кстати говоря, вот эти твари Вот зря ты, Блес О, у нас же БФГ есть, точно Я, честно говоря, об этой Ерунде всегда забываю Так, патроны лишними никогда не будут Как, собственно, и броня Как и демона вообще Желательно было бы его с этой штуки убивать Но я не хочу рисковать, поэтому Пошло оно срак Вот так, ракеты летят Видимо, откуда-то этот вылез, да? Да, вон он Говорю, что у нас БФГ есть И, честно, признаться, я поставил бы Использовать Ага А, господи, Иисус, я все подряд понатыкивал Со страху Я просто хочу Элементальная боль Я просто хочу так затюкать, чтобы можно было убить его с помощью С помощью вот такого вот удара, да Угу Так, давай теперь аккуратно Иди сюда Крылатая ты мразь Такое впечатление, как будто бы они в итоге со временем стали не то проще Не то хреново знать, что произошло Но посмотри, они тут разваливаются Быстрее и проще Да, мы, правда, сейчас чуть-чуть не огребли Но только лишь по той единственной причине Что я был слишком сконцентрирован на том Чтобы попытаться Попытаться надрать задницу Элементалью Эмм Был слишком сконцентрирован на том, чтобы надрать элементалью А, это на время еще, ясно Чтобы надрать элементалью задницу С помощью Какого-нибудь убийства Слушай, я понял Кажется, надо начинать с этой Потому что та слишком быстро Та слишком быстро закрывается, по-моему Нет? Нет, нормально БФГ, кстати говоря Надо не забывать о том, что он у нас есть И использовать его Вот, Эпос Пресмертник Еще один, серьезно? Кстати, когда я отпускаю Кнут Они перестают гореть практически сразу же Кстати, БФГ На карте при этом Отмечается тоже Какое-то Особенное устройство На самом-то деле Что-то мне кажется, что это испытание Будет реально самое жесткое Хотя, несмотря на все Мы вроде бы с вами А вот и ключ, кстати говоря Несмотря на все Мы с вами на самом деле Уже Видели всех врагов И, в принципе, там нечем удивить Единственное, чего я ожидаю От этого испытания Это Реально Оно должно быть Либо очень длинное Само по себе Я понял Либо оно должно быть Очень длинное Само по себе То есть там будут в итоге От самых Ничтожных врагов Будут самых жестких врагов Вижу И в итоге Нас будут брать измором Либо я, честно говоря Даже представить себе не могу Что там может быть Няга Давай Давай, всплывай Блин, честно говоря Очень в тему было Все-таки взять То улучшение на костюм наш Да и в принципе Учитывая, что Тут есть такие конченые твари Как Монкубусы Ядовитые Тоже Вполне себе Неплохой Апгрейд Они, кстати говоря Меня эти Ядовитые Монкубусы Раздражают даже больше Чем Плетки Просто потому Что этот яд Он реально Бьет Очень сильно А, ясно Так, ну пускай будет Кстати, очень здорово Что здесь есть такие моменты Где надо немножко Пошевелить серым веществом Прикол просто в том Что Doom Мне когда-то Нравился Вот именно не тот Самый-самый-самый Первый Doom А такие, чуть постарше Нравился мне как раз Тем, что Никогда не был Спинномозговой игрой То есть Он все равно Заставлял Немножко Подумать Ну, тогда просто Было изобилие Таких шутеров Когда ты просто Идешь и Мочишься направо И налево Doom как раз В принципе Подходит под Под эту категорию Мог бы подходить Под эту категорию Если бы все-таки Не нужно было Периодически подумать Хотя там Все-таки было Интереснее реализовано В старых Doom Там надо было Код подбирать Если вы его пропустили Слушать записи Внимательно В общем Было любопытно Подухни Подаль Да как ты смеешь Понял Ясно Здесь, понимаешь Есть драка Коммуналки Получается Это не очень хорошо Я еще и застревать Умудряюсь Ну вообще На самом деле При желании Можно сделать Так беги ты Вот так Чтобы сильно Долго Не Не канифолить Себе мозг Так я понял Почему бы Блин И не Сколько можно Оно у нас У нас уже На карте Валяется И я не хочу Экономить Даже такое Оружие У нас В крайнем случае Есть запас По нему То есть У нас У нас сейчас Полное Один раз стреляешь Еще он Возвращаешься Затем Короче Мы всегда Так или иначе Будем оставлять За собой Одно ядро Чтобы можно было Всегда Перезарядиться Чтобы у нас В итоге БФГ Всегда Было Заряжено Так Ну пока Несмотря на все Как-то Тут не очень То и Не очень То и Жестко Должен вам Сказать На удивление Ого Я не уверен Но по-моему Это что-то Означает Так А ну Давай Попробуем Хотя бы здесь Здесь у нас В троне Уже есть А ясно Я понял Этого Я не ожидал Ганина Что тут Сказать Ублюдок Прикинь Мало того Что убил Так я еще С ним не смог Справиться Просто потому Что у меня Кончились Патроны Твою же Жар Наперекас Ладно Хорошо Ничего страшного Ничего страшного Обидно Но не страшно Вернемся к нему Потом Когда у нас Будет Патроны Но честно Говорят Так тратить Ладно Все Проехали Не горит Конечно же Нет Если вымыть Клинок Гарнила Титан Восстанет Вновь В смысле Серьезно То есть Оно получается Работает Оно работает Как Блокатор То есть Я его по сути Запечатал Точно так же Габриэль Спал в своем Гробу Между прочим А ну А какой смысл Тогда его вынимать Так пускай себе Спит Так бились Палачничные Стражи Против Роды Демонов Но Слепы Оставались Не ко всему За пределами Своего служения И потаенное Зло Эссенции Овладела Народом Аргента Выполняя задания В глубине Бурлящих Морей Нижнего мира Где обитая Служители Ордена Шести Отряд Ночных Стражей Узнала Об истинной Связи Кан Созидательницы С отвратительными Тварями Преисподней По желанию Творцов Как Стражи Так и Народ Аргента До сих пор Пребывали В блаженном Невидении Касательно Того Что эссенция Оставшая Незаменимым Подспорьем В этой войне Делалась Из духа Наших Собственных Братьев И сестер Принявших Смерть Через борьбу С мерзкими Тварями Так открылась Истина Все убитые Ордами Демонов Становились Посланниками Преисподней Плоть их Уподоблялась Демоном С которыми Мы сражались А из разлученной С телом Души Изготавливалась Та самая Эссенция На которой Здесь ждется И наш Мир И мир Нижний Жертвы Были Врагом А враг Становился Нами Страхи И трепети Стояли Воины Перед Как бы Фабрикой Где Производились Эти действия Где тела Павших Разбирали А затем Истязали Дабы Последством Отвратительных Чар Излечь Из них Души Под ужасное Забывание Потерянных Душ Обреченных На вечное Рабство Здесь В огромных Котлах Боль Страдания И бесплотная Энергия Переплавлялись В силу Которая Единственное Позволяло Сражаться С темным Миром И всеми Происходящими От него Бедами За одним Откровением Последовало Второе Еще более Жуткое Нашим Глазам Предстали Механизмы Посредством Которых Погибшие Герои Подвергались Страшным Пыткам Не когти И не копыта Построили Эти орудия А руки Человеческие Выполняющие Приказания Богини Матери Мы Осознавали Что Народ Аргента Не поверит Нашим Уверением Мы Осознавали Что Собственно Собственно Ручно Отдали Себя Врагу И что Народ Аргента Не поверит Нашим Уверениям Ибо То С чем Мы Боролись Не спешило Обнажать Свою Истинную Сущность Как Бы То Небыло Честь Ночных Стражей Велела Нам Насмерть Стоять За Открытую Нами Истину Конц Созидательная Соболя Не могла Называться Дал Распространение Порчи А сиянные Светом Истинные Скептики Присоединялись К восстанию Стражей И сделался Великий Раскол Между Праведными И неправедными Аргента Мне вот Всегда Было Интересно Знать Ох Ё Всегда Было Интересно Знать Кто Вообще Командует Демонами А то Выглядит Так Как будто Они Как Зерги Короче Говоря Просто Рой Разум А почему Нельзя Вот пока Он Якобы Спит Почему Нельзя Его Распотрошить Чертям Собачим Мне кажется Мародер Здесь Самый Гнусный Из всех Хотя Нет Меня больше Все Напрягает Манкубусы Честно Говоря Кстати Говоря На этом Уровне Самые Пока что Жесткие Вот эти Сиреневые Испытания Вот это Вот громадину Короче Удерживает Всего Навсего Какой-то Меч Представляешь Нет Не встал Не встал Потому что Мы оставили В нем Клинок Похоже Что нужно Есть в вашем Хранилище Орехнуться Можно Ясно Да господи Возьми ты В руки Что-нибудь Помассивнее Блин По-хорошему Нам на самом деле Нужно было бы Убивать Как от демонов С помощью Этой ерунды Но сейчас На 16 У меня нет Никакого Желания Это Это делать Я думал Не послышалось Честно говоря На Банан Ах Подлюха Нет Только Не встал Не встал Раз Да что с тобой Происходит Ты будешь Мне сегодня Убивать В спину Чтоб ты Всрался Гнида Раз на раз Не приходится А то Получается Их С ними Быстро Разобраться А то Приходится Морочить Голову Все таки Вы меня Не обманывали Когда говорили Что они будут Появляться Внезапно Слушай А что это Получается У нас теперь Будет У нас теперь По сути Есть меч Какой-то Который Можно будет Использовать Если я не ошибаюсь Его Разделенная Демоническая Энергия Потекла На юг А Обществу Которое Вы знали Пришел На смену Мир Зла Под Властью Дворцов А ведь Этого Можно Было Избежать Можно Было Можно Мне кажется Что тот меч Который Мы сами Сейчас Спудняли Его Вроде бы Демонстрировали В этом Вы Дымки Стоп Стоп Нужно Нужно еще Убивать Еще Одного И кодекс Найти Ясно Тогда Нужно Сделать Это Очень Аккуратно Деликатно Я бы даже Сказал Аккуратно 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 Короче Короче Наверное Разберемся С ними Вот таким Образом Потому что Я пока Буду ждать Своего Кровавого Удара Подухни Аккуратно Аккуратно Ну В целом Ничего Страшного Я думаю Что это И основная Причина Почему Мы Слились На том Мародюре Честно Говоря Ну Я был К этому Готов Я был К такому Готов Так Стоп Нам ведь Больше Не нужно Никого Убивать Осталось Только Кодекс Понакли Отлично Теперь Даже Можно Подумать О том Чтобы О том Чтобы Может Повзывать Как Демона С помощью Вот Этой Штуки Блин Я Честно Говоря Дом Он Попадет Ладно Крин Сним И так Справимся О Кстати говоря Кристаллы Я уже Вот Что касается Кристаллов Я даже Не помню Что я Хотел Я по-моему Думал Просто Прокачивать Уже Там Что-то Вроде Ну Уже Ничего Не Хотел Прокачивать Я хотел Просто Чтоб У нас Было Больше Брони И Больше Здравия Вот и Все Да У нас Уже Максимум Вроде Здравия Остается Только Бронь Остается Только Бронь Поднимать Ну-ка Эм Да Вот это Например Давай Все Идеально Теперь у нас Все В максимум Я даже Не знаю Дадут ли нам Возможность В итоге Прокачать Полностью Еще И И Боеприпасы Что-то Я сомневаюсь Честно Говоря Так Ну-ка Так Не было смысла Отрисать Истину Пустоши Будто Бы Ощетились Шпилями Лишь Благодаря Механизмам Творцов Кан Предала Арген Днур И заключила Тайный Пакт С демонами Она Получила Эссенцию А взамен Открыла Им Все Миры Коими Правила Так Установилась Между Ними Взаимная Связь И Тьму Теперь Уравновешивал Свет И Где Был Рай Там Должен Был Быть И Ад Благочестивым Разрешалось Войти В Урдак Грешники Же Не Свергались И В кипящие Котлы Семного Мира И Таким Должно Было Стать Устройство Всех Миров Где Бы Ни Находились Они И Кто Бы Их Населял Мы Сами Были Не Без Вины Ведь Именно Наш Народ А в Особенности Жрецы И Стражи Инженеры Подготовили Для Этого Почву Мрачные Заводы Возводили Возводили Рабы Аргента Наша Древняя Энергия Призраков Превращала Эликсир Преисподний В чудесное Топливо На коем Здесь Ждется Теперь Наш Мир И Мир Творцов Интересно А сам Палач Об этом Все Знал Он Мог бы Это Предотвратить Пока Это Все Не Выросло Вот В Такие Масштабы Ночные Стражи Говорили О бедах Которые Несет Эсенс Это Боимеющие Уши Да Услышали Мы Аргента Были Виновниками Этого Разделения И Нам же Надлежало Остановить Распространение Бедствия Этого Нового Состояния В котором Была Тьма И Свет Мы Должны Были Совершить Это Если Не Ради Себя Самих То Ради Невинных Душ Которые Еще Не Попали По Действию Чар Богини Творца И Ее Незримых Приспешников Преисподней Когда Вернулись Ночные Стражи Сквозь Врата Ада И Огласили Весть О том Что Рабские Заводы Маются Что На Рабских Заводах Маются Невинные Души Верующие Арганур Не Восстали На Творцов Существование Их Зависело От Демонической Эссенции И тогда Власть Придержащие Совещались Но Не Нашли Повода Для Перемен И Осыпали Прынью Посланников Стражи Ибо Те Осмелялись Возводить Хулу На Богов А Чих Щедро Зависело Процветание Народа Правители Опасались Гнева Богини Матери Ибо Служили Ей Всю Жизнь И Восстание Стражи Мудрыми Творцами Дабы Отделить Зерна От Плевел А Достойных Вечной Жизни Вурдеке От Недостойных Аргенты Остались Непоколебимы В своих Убеждениях Просто Набожные Ночные Стражи Вновь Готовились К войне Хотя На этот Раз Она Сулила Пролитой Крови Собственных Братьев Наша Войска Была Свидетельствами Работы Демонов И Знала На Какие Зверства Те Способны Ночные Стражи Вернулись К Обычным К Обычьям Призраков И Хотя Без Эссенции Орудия Их Потеряли В мощи Чистота И Праведность Их Осталась Незыблемы Так Совершилась Скизм В народе Аргента И Одна Страна Продолжала Верить Творцам Другая Выступила Продолжала Верить Творцам Другая Выступила Против Их Татарственной Мощью Преиспудней И Силой Творцов А также Мародеры Вставшие На сторону Кан К ночным Стражам Примкнули Свободные Народы Аргенденур И Величайшие Убийцы В истории Сам Палач И Были Выстроены Планы И Измышленная Тактика Стражи Намеревались Остановить Все Фабрики Аргента В Некроволе Обеспечивающие Приток Эссенции Напрямую Вурдок Это Вот это Предательство Касающиеся Димнов Когда они Пошли Когда они Закончили С ними Пак Тянется На самом деле С очень Давних Пор То есть Когда Вот сюда В Тараснабад Проник Вот этот Титан Уже Тогда Было Какое-то Предательство Насколько Мне известно А здесь Что Ага Уже Тогда Произошло Какое-то Предательство Потому что Такой Гигант Так просто Сюда Проникнуть Не мог Точнее Не то Что Просто А без Каких-либо Сигнализаций Кто-то По-любому Должен Об этом Узнать И Доложить Но этого Не произошло Он просто Проник И просто Уничтожил Весь Город Так Я не понял Ведь то Титан А это Что Тогда Такое Ну и По факту Меч Который Мы Сами Взяли Он Не Работает Вроде Наскорость Снова Да Обалдеть Красный Жетон А ну-ка Еще Кстати говоря Все на все Одна Читичка Историй И все Выдержка Из Легросалтагента Многие Лета Бушевала Военностража Тяжкая Она Была Для Бойцов И Брони Их Обагрила Кровь Братьев Сдержанных На Проглятом Поле Наконец Служители Деаговы И ночные Стражи Изыскали Способ Остановить Кровопролитие Поставив Во главе Войска Своего Палача Они Решились Пройти Сквозь Врата И разрушить Некровол Град Мертвых Осуществить Это Помогали Верховные Жрецы Деага Присягнувшие Ночным Стражам Которые Уже На тот Момент Скорее Всего Предали Всех И Истинно Служившие С тех пор Всему Народу Аргента Эти Святые Люди Веряли Нас Что Путь Открыт Мы Намеревались Войти В богомерские Стены Они Скорее Всего Тогда Пытались Замкнуть Ловушку Закрыть Палача В аду Мы Намеревались Войти Богомерские Стены Некроволы И Сравнять Землю Фабрику Дабы Таким Образом Пересечь Поток Эссенции И лишить Кан Создательницу Ее Сладкого Нектара И Когда Наши Выска С копьями Наготу И Стремилась В бой Тогда Сработал Яд Предательства Да Естественно Стоило Ночным Стражам Войти В портал Преисподней Как Поцарился Хаос Наш Струй Был Сломан Ряды Разорваны А бойцы Разметаны По всей По всем Четырем Странам Этого Нечестивого Мира Которые Оказались Близ Врасквозь Которые Проходили Ранее Но вероломные Жрецы Запечатали Их Ловушка Захлопнулась И на каждого Одинокого Воина Аргента Обрушились Тьма Жаждущих Крови Демонических Тварей И Да Будет Известно Всему Что Не только Жрецы Подвели Армию Севера Но и Один Из Стражей Присподня Нашла В нем Слабину И Через Это Свершилась Погибель Аргент Денур Если Были Не Безумный Поступок Предателя Мы Все Еще Владели Силой Призраков Остяк Стражей Да Ныне Реял Бы В Небе Над Аргент Денур Ясно Денур то есть теперь он будет работать так что-то меня это все немножко смущает здесь похоже когда-то все время сидел король да а у них были своего рода ярлы какие-то допустим король новик да и ярлы там отдельных городов вообще рехнулся можно сделать себе в итоге трон из черепа побежденного титана а на а а а а а а а а не уйдешь но мы на самом деле достаточно пропустили секретов особенно в начале не смотря на все так или иначе придется возвращаться вот эти города на самом деле которые уже под влия влия под влиянием демонов они несмотря на все все равно более спокойно тихо я в том плане что здесь можно немножко расслабиться но только немножко так короче там пинки и 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 Парабирайке Вон он нам смотри А что ты мне подсказываешь, что так просто меня все еще туда не пустят? И это, оказывается, был не последняя страничка. Ну давай! А вот теперь очень жалко, что у меня не было заморозки, честно признаться. Так, ну-ка. Рассеянные по преисподней, преданные священнослужителями и лишенные подкрепления стражи, проявляли всю свою мощь и благородство в последней битве с силами зла, не отступая даже перед лицом неминуемой смерти. Они сокрушили сотни демонов и закололи множество титанов. Когда в Атланах не осталось более топлива, стражи сошли на землю и там боролись с адскими полчищами. Вся преисподняя знала о предательстве, ибо творцы и жрецы, несомненно, посеяли его семена задолго до того, как храбрые воители прошли во врата, вот то, о чем я и говорил. Но в тот день она узрела, как бьется сердце свободных воинов Арген-Денур, ибо не дрогнули они ни единым мускулом, хотя бы и смерть дышала им в лицо. Они погибли так же, как жили, сжимая в руках щит и меч, и сам Урдак не был достоин принять тех, кто сравнился с богами-героями и оставил по себе память вечную. Тело знаменосца лорда Саша нашли рядом с огромным чудовищем, насаженным на древку стяга, и вокруг были разметаны трупы врагов. Свет в очах рана могущества напомерк на веке, но перед этим он убил такую множество чудовищ, что потроха их повисли на скалах, подобно ползучим лианам. Неумолимый и несгибаемый Гор сломал меч от спины врагов, но успел голыми руками сокрушить еще несколько десятков, прежде чем демоны погребли его под собой. Жрецы почитали всех стражей погибшими. Но ведьмы, аргенты, рожденные превозмогать, упорно ходят слухи, которые служители Деаговы объявили ересью, что палач все еще сражается в нечестивом мире. Никому из ныне живущих это не ведомо, ведь представление лакающих эссенцию будущей аргент Нур так же уродливо, как и они сами. Свет призраков более никогда не озарит наш мир. Все кончено. Если палач еще жив, пусть он совершит отмщение. Если остались в нем силы бороться, да обрушится он со страшной силой на тех, кто причинил нам зло. Да не высохнет кровь на его клинке, да не окончится его поход, пока виновные не понесут наказание. И да не коснется тень наших бед никакого другого мира. Кстати, Хайден, мне кажется, что Хайдена мы встречали тоже как раз в старых думах, когда были еще морпехом, по сути. Я даже, по-моему, гуглил неделю назад Хайдена, по-моему, да. И видел как раз жетончик его. Еще один жетон мыстров. Точнее, не жетончик, а пропуск. И там было лицо Хайдена, когда он еще был человеком. И мне показалось, что это как раз именно из тех самых думов. Так, ну-ка. Мы теперь, по сути, можем сделать вот так, наверное, да? Чтобы не заниматься этой ерундой, скакать демонами, чтобы можно было не отвлекаться. Потому что это меня в могилу сведет. Я полагаю, что вы захотите сперва опробовать свое оружие. Я думаю, что да. Гарнило это холодное оружие, а необычайные силы. А, ну? О, да! Так, сперва надо этого, чтобы излечь его из нуждин, а затем удар, чтобы растечь демона напополам. Для убийства демона требуется одна полоска на шкале воздания. Гарнило можно перезарить с помощью энергии, которая встречается в самых разных местах. Слушай, игра на самом деле просто, я не знаю... По сути, мы уже подбираемся к концовке, а она все равно чем-то удивляет. Вот постоянно... Чем-то новым, постоянно. Это очень круто. Это очень круто. Поддохнет. Ха-ха-ха! Слушай, это охеренно! Это просто... Просто шик! Главное не сдохнуть. Раньше времени. Оно очень сильно напоминает, знаешь что? Так, достать... И распилить. Ха-ха-ха! Оно очень сильно напоминает... Просто тупо ярость какую-нибудь, знаешь? Ха-ха-ха! Жесть какая-то! Подухни! Слушай, вообще всех рубит чертям собачим! Подухни, мразь! Ха-ха-ха-ха! Да убей ты его уже! Ладно, я понял, как эта штука работает. Ее теперь стоило бы, на самом деле, наверное, подкопить немного. Правда, мы ее уже все в итоге использовали, но... Не-ага. А, нет! Смотри, здесь еще целая куча. Великолепно. Да и тем более, скорее всего, мы сейчас все равно в твердыню вернемся. Я увидел возможность его, скорее всего, перезарядить. Короче, если бы у нас была такая пушка раньше... Может, там было бы гораздо проще... За ним... Справляться с этими... Боже, с испытаниями, например. Так, ну хорошо. В принципе, это все. Значит, нам остается только разве что вернуться. Ага. Не забрать секреты. Давай начнем с самих секретов, а потом уже пойдем по испытаниям. Ну, охренеть теперь. Вот как это можно было заметить. Серьезно, я... Шлялся тут, наверное, минут 10-15, пока не увидел эту... Статую гребаную. Я потом подумал, что, возможно, здесь может быть такая же статуя, как там дальше, которая... За которой может быть кнопочка. Ай, ладно. Главное, что мы нашли все-таки это... Ерунду. Кстати, там у нас по итогу получается... Четыре. Это у нас по итогу получается четыре батарейки. Мы сможем с помощью них открыть даже две двери. То есть там, где у нас находятся жидончики, там, где у нас находится броня. И нам нужно будет еще две такие найти. Так, ну хорошо. Допустим, теперь у нас по итогу испытания. Можно пройти, кстати говоря, пройти его с помощью меча теперь, что прям наверняка. Так, ну-ка. Давай, поехали. Возможно, стоило бы на самом деле... Занимался побуй. Критическим уроном. Еще не все. Ты посмотри. Вот почему... А, в прошлый раз не получилось, потому что не было патронов. Точно я забыл. Так, хорошо. Великолепно. Что у нас дальше остается? У нас еще остается... Один секрет, все серьезно. Ну, неплохо, неплохо. Угу. Отлично. Теперь у нас остается испытание. Эти испытания находятся, по крайней мере, рядом. Мне вот интересно, можно ли эту мразь будет распилить с помощью меча. Тихо. Тихо. Надо же было его на время убивать. Я что-то как-то даже завтыкал, честно говоря. Я под... Ладно, не важно. Я просто с ним сражался. То, что я его успел убить на время, это нам просто повезло. Так, ну хорошо. Теперь у нас остается последняя сычка. Ага. И она же, наверное, сложная самая, да? Ну, давай. Открывай. Открывай. Мы очень давно не сражались с кибер-демонами. Хотя, по сути, они еще, как обычные враги, тут даже нам и не попадались, по-моему. Мы их встретили только впервые, как раз именно в испытании. А потом я с ними сражался только в этом. На мастер-уровнях, и все. Но я думаю, что я буду... Не буду стесняться использовать вот это вот, и мечик. Угу. Так, ну хорошо. Поехали. Последнее испытание перед разводоплотителем. Ага. Ну, тут как... Сразу же... Сразу же с проблем. Надо было, наверное, его лучше мечом рубить, чем вот этой хренью, да? Та возьми ты в руки! У-у-у, сколько их там повылазило! Так, ну если они решили просто по очереди повылазить, то это такое себе решение, потому что по очереди ей всех Разберу запчасти и даже не замечу, подохни, мразь И ты туда же Ага Ну походу да Походу мы действительно сейчас пройдемся по всем врагам А потом наверное все вместе одновременно вылезут, да? Ага Боже, это охренеть Просто Ну типа почему бы и нет Буду я с ними еще тут цаскаться Не в том положении, чтобы цаскаться Патроны Да тварь ты посмотри В смысле это все? Серьезно? Тю Я честно говоря ожидал большего Я ожидал гораздо большего Если бы я знал Если бы я знал, что он там будет один Я бы не стал бы на него меч тратить Но с другой стороны Ну Как бы ладно Мне вот только интересно Если мы сейчас вернемся Эм Если мы сейчас вернемся в твердыню У нас все восстановится? То есть и меч Эм И БФГ например Или это все нужно собрать заново? Где-то здесь у нас был кусок БФГ Неужели я его забрал? Я его не... Вот здесь он был И я его забрал Да ладно Ладно, хорошо Тогда я не буду с ним заморачиваться Я просто Если мы сейчас все-таки вернемся Эм Если мы все-таки сейчас вернемся Домой В твердыню То заодно посмотрим Восстановится ли все это или нет Но меч я все-таки наверное Не буду проверять Собирается ли он так или нет Но что мне что-то подсказывает Что нет Поэтому я лучше заберу то Что здесь оставил И пойдем И пойдем дальше Все, погнали отсюда Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok